Всем здорова ребятки, с вами Расхититель Помойки и в этом видео я вам покажу свои самые отборнейшие находочки из помойки. Я нашел огромный телевизор, я никогда таких телеков не находил, к тому же рабочих, а этот оказался полностью рабочим и супер топовым. Усаживайтесь поудобнее и мы начинаем. Штрэээбух Во-первых, ребят, помоечка порадовала полностью рабочей варочной поверхностью от бренда Электролюкс. Но, к сожалению, стекло на варочной панели треснуто, но это в принципе не проблема, ее и так получится продать. Самое главное, что она полностью рабочая и даже сенсор работает, и все комфорки тоже работают. И, кстати, на ней очень удобное управление сенсорное. Свайпом влево или вправо регулируется мощность комфорок. Греет восхитительно. Данную варочную панель планирую продать на Авито тысячи за полторы. Даже с трещиной на стекле варочную панель купят под восстановление, так как данные стекла на эту панель продаются. Помоечка меня порадовала пачкой запечатанных спагетти от бренда Щебинские. Спагетти пусть и просрочены, но им ничего не будет. Буду их варить и кайфовать. А еще помоечка подарила мне стратегический запас картошки. Здесь картошки очень много. Килограмм пятьдесят. Данной картошки мне хватит на целый год. Здесь ее очень много. И она, кстати, вообще не гнилая. Размер, конечно, маловат, но, в принципе, на халяву офигенная картоха. Это, конечно же, выкинул магазин. Я, правда, не знаю по какой причине. Помоечка дарит офигенную экономию на продуктах. Я очень люблю помоечки за это. Помойка порадовала меня рабочим монитором от бренда Вив Соник. В данном мониторе нет никаких косяков, за исключением того, что он очень старый и тяжелый. Но я без проблем его закрепил на кронштейн. И теперь у меня есть два монитора, с помощью которых я буду вести стрим в гараже. Ну а конкретно с этого монитора я буду читать чат на стриме. Помоечка меня балует рабочими мониторами. И это не все. Был найден еще один монитор от бренда LG. А этот монитор уже с IPS-матрицей. Модель монитора на экране. Внешнее состояние монитора не особо хорошее. Вот здесь есть царапина, которую очень видно. Но это в принципе не проблема с учетом того, что монитор полностью рабочий. Но в нем есть один косяк. Кстати, изначально с монитором блока питания не было. Но я эту проблему с легкостью решил. В мониторе на матрице имеется вот такая вот полоска. Но это в принципе особо работе не мешает. Пользоваться им можно. Картинка офигенная. Данный монитор я уже подключал к компьютеру. Для этого есть здесь DVI-разъем и даже VGA. Монитор полностью рабочий. Данный монитор я заберу домой и буду использовать как второй. Продавать его нет смысла. Из-за вот этой полоски его купят по дешевке. Лучше я этот монитор себе домой заберу. Он мне очень сильно пригодится. Помойка меня балует и снова одаряет офигенной техникой. Был найден внешний жесткий диск от бренда SeaJade. На 1 терабайт. Да, когда я его нашел я просто офигел, ребят. При первом подключении к компьютеру данный жесткий диск почему-то сразу не заработал. Я его разобрал, потом обратно собрал и он заработал. Вот как видите компьютер его видит, все отлично. На жестком диске даже есть чьи-то файлы. Здесь большое количество фотографий бывшей владелицы. Данной фотографии показывать не особо хочу, но и здесь очень много. Тут даже есть фотографии паспорта бывшей владелицы. Я все эти файлы прям при вас удалю, потому что мне они не нужны. Я даже запустил программу CrystalDiskInfo и проверил этот внешний жесткий диск. И как видите битых секторов нет, он полностью рабочий. Я в шоке, ребят. Мне этот внешний жесткий диск очень сильно пригодится. Тем более, он совершенно бесплатный и в нем памяти целый 1 терабайт. Если б я его продавал бы, то продать его можно было бы тысячи за полторы. Ну а так оставлю себе. Буду сгружать на него какие-нибудь видосики. Ребят, я в шоке. Помойка меня настолько сильно радует, что дарит огромный просто телевизор от бренда Samsung. С целым экраном и он даже рабочий. Данный телек был найден в коробке и вместе с ним даже был пульт. Это просто жесть, ребят. Он очень огромный. Данный телевизор занял почти полностью всю поверхность моего стола. Он тяжелый, в нем есть смарт-тв и подобные телевизоры продают на Авито в среднем по 20-25 тысяч рублей. Это просто жесть, ребят. Я просто поражен. Как видите, ребят, режимы он переключает. Можно смотреть каналы, подключать его как монитор к компу. Только вот не знаю, как тут включить смарт-тв. А, вот, смарт-хаб, наверное. Скорее всего, это оно. Офигеть, ребят. Я просто в шоке. Здесь даже есть Delivery Club. Иви, Око, Мегого. Я просто поражен, ребят. Это жесть. Я не знаю, можно считать это косяком или нет, но в комплекте с телеком не было подставки. Его можно закрепить только на кронштейн. Но, в принципе, подставку можно купить на Авито. Офигеть, в нем даже звуки есть. Капец. Телек настолько большой, что мне пришлось встать на табуретку, чтобы вам его полностью показать. Он просит, чтобы я его подключил к сети Wi-Fi. Но Wi-Fi у меня в гараже пока нет. Почему я этот телек не нашел раньше? Потому что вот буквально месяца три назад мы с девушкой купили себе новый телевизор. Тот телек, который мы купили побольше. В принципе, этот нам уже не нужен. Придется данный телек продавать на Авито. Тысяч за 19, потому что в комплекте нет подставки. Ребята, я просто поражен. Он полностью рабочий. Не выключается. Никаких полос на экране нет. Все отлично. Даже в комплекте есть коробка. Офигеть. Сейчас я его вырублю и покажу задние разъемы. Жесть. Как мне может так вести, ребят? Я просто в шоке, реально. Данный телек стоял возле помойки в коробке. Я его днем нашел чисто случайно. Еле дотащил в гараж. И просто был в шоке, когда я его первый раз включил. Потому что чаще всего данные телеки я нахожу с разбитым экраном. Но здесь же все отлично. Задняя часть телевизора выглядит вот так. Точная модель телевизора на экране. Вот она. Вот тут даже написано Smart TV 3D. В телеке есть разъем, чтобы подключить интернет. Есть три HDMI входа. И три USB входа. И даже есть оптический аудио вход для подключения колонок. А с помощью этого джойстика можно управлять телеком без пульта. Ребят, я просто поражен такой находке. Помойка дарит возможность смотреть телевизор на охрененной плазменной панели. Ребят, я просто поражен такой находке. Если вы также поражены, ставьте лайк этому видосу. Я уверен, что данный телек я вообще без напряга продам. Тысяч за 19 на Авито. Помойка дарит прибыль. Ну то, что данный телек стоит 20 тысяч рублей в среднем, бушный, это понятно. Но вот сколько он стоит новый? А вот это давайте уже посмотрим. И зайдем на Е-каталог. Вбиваем поиски модель данного телевизора. Вот он. И последняя цена его продажи была 106 тысяч рублей. Ну а сейчас данный телек уже не продается, потому что он старый. Но это не проблема, потому что на Е-каталоге есть большой выбор других телевизоров, у которых картинка уже получше, в 4К. Ну а мне вот этот телевизор понравился. Картинка в нем 4К, плюс есть AirPlay 2, плюс мощный процессор. Нужно посмотреть все-таки детальные характеристики, отзывы реальных покупателей. Ну и чтобы не переплачивать, выберу подходящий мне магазин с доступной для меня ценой. Ссылка на Е-каталог будет в описании и в закрепленном комментарии. А еще помойка меня балует колготками в большом объеме. Данные колготки у меня женщина покупает по 20 рублей за штуку. И здесь их очень много, примерно на 1000 рублей. Данных колготок у меня уже накопилось примерно 2 вот таких сумки. 1000 на 3. Так что я в скором времени ей эти колготки отправлю. Никогда не думал, что колготки у меня будет кто-то покупать. Но ей они нужны для выращивания цветов. А еще помоечка дарит полностью целую тележку с вот такой вот сумкой. Скорее всего эту тележку выкинула какая-то бабушка. В тележке нет никаких косяков. Ее можно грузить доверху и ездить с ней по помоечкам. Так что данную тележку я оставлю себе. Я думаю она мне пригодится. Был найден портативный DVD-плеер от бренда Rhythmix в своей коробке и в полном комплекте. Внутри коробочки даже есть документация к этому DVD-плееру. И он находится вот в таком прекрасном чехле. И кстати состояние его вообще идеальное. Он как будто новый. В комплекте с DVD-проигрывателем есть блок питания. Автомобильный блок питания. Вот такой вот USB-кабель. И съемная антенна для того, чтобы смотреть телек. Корпус у этого DVD-проигрывателя сделан из алюминия. Проигрыватель сделан очень качественно. Состояние нового. Экран без царапин. Немножечко в пыли. Состояние вообще офигенное у ребятки. Картинка есть. Плеер работает. Только у меня нет дисков, чтобы его проверить. Прикольная находочка. А еще помоечка меня снова одаривает мыльным рыльным. Вот здесь допустим находятся 5 дезодорантов. И почти каждый из них полный. Буду пшикать подмышки и кайфовать от халявы. Также здесь есть сухой шампунь, ополаскиватель для рта, гели для душа, бальзамы для волос, скрабы для тела, даже есть пена для бритья. Также есть маска для лица, какой-то аллозоль непросроченный, который кто-то покупал за 290 рублей. Скраб-маска для лица, пантенол, спрей для волос, даже есть пунш. Офигенная тема. Еще есть вот такая вот силиконовая ложка новая. А в этих коробочках топовое мыло от бренда Шарме. Посмотрите, оно полностью новое. И запах у этого мыла просто офигенный. Как же меня помоечка балует. Также вот это мыло полностью новое. И запах у него превосходный. Я даже себе взял чистилку для картошки. Помоечка снова дарит мне чистое тело. А еще помоечка дарит колбы для кальяна. В количестве 5 штук. И данные колбы в принципе полностью целые. И ими можно пользоваться. Все эти колбы сделаны из глины. И в магазине такие колбы стоят недешево. Но меня помоечка радует и дарит все бесплатно. Каждую колбу из этих 5 штук планирую продать по 200 рублей. Как раз 1000 рублей на этих колбах заработаю. А еще помойка дарит большое количество маленьких пакетиков. Тут их аж целых 5 пачек. Пакеты походу новые. Возможно их кто-то украл из магазина, а потом выкинул. От такой халявы, ребят, грех отказываться. Данные пакеты я заберу домой. Они на кухне очень сильно пригодятся. А еще помойка дарит колпаки для колес на автомобиль Жигули. Но к сожалению данный колпак поцарапан. Но я думаю это не особо критично. И возможно их кто-то купит рублей за 700. Также помойка дарит вот такие вот штуки для проводов. Валик для поклейки обоев. Новые перчатки, которые в хозяйстве пригодятся. Вот такая вот пила с насадками. Я не знаю правда что этой пилкой можно пилить. Возможно вы шарите, напишите в комментариях. Я думаю что данная пила нужна для какого-нибудь может пенопласта. Также был найден вот такой вот нож строительный. Два баллона монтажной пены абсолютно новой. И баллон эмали акриловой белого цвета. Абсолютно полный. Также помоечка в коробочке дарит абсолютно новую форму для выпечки. В идеальном состоянии плоскую отвертку. Три абсолютно целых динамика для автомобиля. И огромное ведро денег. В данном ведре мелочи очень много. Возможно ее кто-то всю жизнь копил. Тут очень много монет по 50 и по 10 копеек. Также есть 5 копеечные монеты. По весу здесь мелочи килограмм так 10. Кстати ребят, как вы думаете получится ли данную мелочь сдать в банк? Монеты тут в ущербном состоянии. Много ржавых. Но по идее это же тоже деньги. Их должны принять в банке. После выпуска почитаю ваши комментарии. Если вы там напишите, что да, в принципе это получится сдать. Я попробую даже для вас запилить видосик. О том как я сдам эти монеты в банк. И сколько по итогу мне получится заработать бабла. На вот этом металлоломе. Помоечка в очередной раз знатно одевает и обувает. Нашел себе вот такой вот свитерок от бренда Puma. На котором написано Brooklyn. Свитерок в отличном состоянии. Постираю и буду носить. А еще помоечка порадовала меня вот такими вот кроссовками от бренда Reebok. И они кстати оригинальные. Полностью целые. 45 размера. В принципе мне они подошли. Сидят офигенно. Только их нужно разносить. Немножко маловаты. Скорее всего это маломерки. Ну а так по ощущениям кроссовки офигенные. Очень твердые. Чувствуется что они надежные. Возможно даже они кожаные. Отстираю данные кроссовочки. И буду в них бегать. И вспоминать помойку добрым словом. Боюсь представить сколько бы мне пришлось денег отвалить в магазине за данную обувь. А еще был найден целый пакет полностью новых розеток и выключателей. В комплекте с ними даже есть рамки для этих выключателей. Есть металлические рамки очень тяжелые. Выключатели от бренда Shader Electric. Они по любому не дешевые. Вы посмотрите сколько их. И все от этого бренда. Я в шоке на сколько люди заелись чтобы выкидывать новые выключатели. Это капец. Ну а продать я это все смогу на Авито тысячи за полторы. А еще была найдена вот такая вот стеклянная статуэтка. Где написана номинация Юнга. Кстати она очень тяжелая. Но к сожалению она со сколом. Возможно кто-то купит на барахолке. Также была найдена электробритва от бренда Panasonic. С оригинальным блоком питания в комплекте. И бритва кстати рабочая. Но ее нужно почистить и поменять вот эти лезвия. И можно пользоваться. Помоечка Дарита рабочий инструмент для удаления волос на лице. А еще была найдена вот такая вот электрощетка от бренда Brown. Полностью рабочая. С регулировкой скорости. Работает данная щетка от батареек. И с помощью нее можно чистить я так понимаю пятки, ноги. Не знаю для чего она вообще нужна. Подобными девайсами я еще не пользовался. Также были найдены интересные тарелки. Латуневые. Сделаны в Индии. Но на металлолом сдавать их конечно же невыгодно. Поэтому данные тарелочки продадутся на барахолочке. Рублей по 500 за штуку. Также был найден электрический диспенсер. Полностью рабочий. В который вставляются вот такие вот штуки. В которых находится жидкое мыло. А еще были найдены современные настольные часы. От бренда Energy. Состояние у них прям идеальное. И работают они от батареек. Состояние в принципе спереди неплохое. Но вот сзади есть скол. Но это на работу не влияет. На барахолочке их можно будет продать рублей за 50. А еще были найдены полезные находки. Два кулера для корпуса компьютера. И еще два чуть поменьше. Тоже для корпуса. Данные кулера мне пригодятся для сборок. Вот эти кстати кулера какие-то супер классные. Посмотрите сколько здесь вентилей. Наверное данные кулера офигенно будут охлаждать компьютер. А еще помоечка подарила. Элитное мыльное рыльное. Вот в такой вот деревянной коробке. Внутри данной коробки находится запечатанное мыло. Также это мыло есть еще вот в этой коробке. Данное мыло было произведено в Новой Зеландии. И оттуда его привезли в Россию. И в итоге выкинули. Представляете? Я данным мыльным рыльным буду пользоваться. И кайфовать от халявы с помоечки. А еще был найден просто шикарнейший туристический походный рюкзачок. От бренда Marmot. Модель Centaur 38. Посмотрел в интернете сколько стоит подобный рюкзак. И просто офигел. Он стоит в районе 10 тысяч рублей. Он кстати очень легкий. И очень удобный. И очень сильно мне пригодится в поездках. Но к сожалению тут без косяков не обошлось. Вот здесь его зашивали. Но это в принципе не критично. Тем более в этой части этих швов не видно. В целом состояние рюкзака просто офигенное. Я очень счастлив тому что помоечка мне дарит такие дорогие вещи совершенно бесплатно. Внутри рюкзака есть дополнительные карманы. Куда можно что-то складывать. Вообще в целом состояние рюкзака офигенное. Его только лишь нужно отстирать. Это просто жесть. Где если только не в помойке можно найти такие дорогие вещи совершенно бесплатно. А еще была найдена в помоечке вот такая вот странная двухсторонняя веревка. Возможно кто-то на этой веревке практиковал подобный узел. Надеюсь тот человек который вязал эти узлы все-таки одумался. Потому что когда я смотрю на эту веревку мысли у меня страшные в голову лезут. Соня! Ты мой хлеб! Спасибо ребят что досмотрели данное видео до конца. Подписывайтесь на канал кто не подписан. Залетайте на стримы которые я веду каждый день. Почти. Вы залетайте на них. Потому что они офигенные. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Продолжение следует...